Президент России Владимир Путин выступил на расширенной заседании коллегии Генеральной прокуратуры и дал указания прокурорам по поводу их дальнейшей деятельности. Это вообще безумие. Ты знаешь, я послушал, что он там говорил, у меня волосы, конечно, на голове шевелились просто, а потом вообще я был потрясен. Да ладно я! Прокуроры, которые там сидели, вот в конце показали глаза прокуроров, у них были глаза, как у четвероклассников из Южного парка, которым по ошибке рассказали про групповой секс. Такие вот прокуроры вот так смотрели на Путина, ну потому что это был полный долбоебизм вообще прост. Вот, расскажу, здесь надо акцентировать, остановиться, потому что это очень важный вопрос. В общей сложности, Путин сказал, было выявлено 5 миллионов нарушений, с помощью прокуратуры возвращено 25 миллиардов рублей незаконно задержанной зарплаты, инициировано 500 уголовных дел. Вот, еще сотрудник прокуратуры активно отстаивает права и законный интерес предпринимателей, вот как оно, благодаря вам, ну то есть сотрудникам прокуратуры, в этой сфере выявлены десятки тысяч нарушений закона, добросовестный бизнес стали меньше дергать, как у нас говорят. У нас это где, интересно? Они у нас. Да, у них, у вас, у нас, более эффективным стал и надзор прокуратуры за деятельностью обороны промышленного комплекса, и, значит, приоритетным направлением остается надзор за обеспечением конституционных прав и свобод граждан, и вот тут по конституционным правам и свободам выявлено 3 миллиона, 3,2 миллиона нарушений прав, представляешь? Просто вообще, воу, сразу в отставку надо просто, или застрелиться, так и такое количество. И вот тут, и, конечно, под особым контролем должна находиться ситуация на предприятиях, и вот тут мне слух резануло. Первый раз, когда я это услышал, я понял, что готовил доклад не профессионал, не работник прокуратуры, юрист-проктолог, 100% юрист-проктолог готовил этот доклад. Ну, я стал, ну, не знаю, стал сдать дальше, и тут, значит, дополнительный надзор прокуратуры должна осуществлять в сфере ЖКХ, нужно выявлять нарушения при ценообразовании на коммунальные услуги и так далее. То есть, все, вот какие-то вот вещи надо делать вместе с коллегами из Федеральной службы исполнения наказаний, значит, и представителями правозащитных организаций. Нужно там, в общем-то, с лишенными свободой работать, чтобы было все хорошо. И рассказал, как он в крестах был много лет назад, подчеркнула, а там драли зубы без анестезии. Ну, наверное, в пресс-камере были, Вов, я тебе открою секрет, там и в жопу бутылки засовывают без анестезии, тоже, чтобы ты знал. Ну, вот, потом, а органов прокуратуры хотел отметить он работу по правилам, хотел бы отметить работу органов прокуратуры в области противодействия экстремизму и терроризму. Следует надежно оградить общество от заразы национализма и так далее. Вов, ты что говоришь, 24 октября 2014 года ты сказал, я цитирую, самый большой националист в России это я, не я, ты, ты сказал, ну, Валдаи, а вот, но самый правильный национализм это выстраивание и так далее, и так далее. И ты говоришь еще раз, следует надежно оградить общество от заразы национализма, то есть ты самый главный зараза получается. Странный такой подход, надо активнее выявлять случай некачественного оказания медицинских услуг, да это пожалуйста, это вообще, в любую больницу, да, ну, какая сараз, везде, вся Россия. Нужно выявлять нарушение при ценообразовании на коммунальной ТТ, расселение граждан, вот, и много там про халатность он говорит, ну, интересно и другое, да, вот, пресекать должна. Прокуратура сговоры торговых сетей еще, вот, вот, так, такую работу он задал прокуратуре, и ты знаешь, и вот он все это прочитал по бумажке, потом выступил Чайка, а потом он взял слово, значит, на посошок. На посошок, да, и вот лучше бы он это не делал, потому что я помню, как одна дама в советский период у нас, вот, абсолютно то же самое, она прочитала, ей написали какие-то работники культуры, написали бумазейку, она прочитала, а тема была эстетика коммунизма. И она про эстетику коммунизма так красиво все рассказала, потом на посошок решила свои слова, сказать, и сказала, и что я еще хочу вам сказать, товарищи работники культуры, эстетика должна быть красивой. Вот, блядь, Вова приблизительно то же самое сказал людям, вот, я прочитаю, уважаемые коллеги, ну и так далее, не буду это, тем не менее, эти сферы регулирования охватывают почти все стороны нашего бытия, а нет, ну ладно, как мы с вами понимаем, жизнь гораздо многообразнее того, что регулирует государство с помощью законов. Тем не менее, эти сферы регулирования охватывают почти все стороны нашего бытия, а это значит, что сфера вашей деятельности практически безгранична. Это прокурорам, которые в рамках закона находятся, он такую херню, представляешь, что они такие, как в Южном парке смотрят, говорят, можно, а знаешь, можно и за рамки закона, классно, молодец, а дальше вообще понеслась. Конечно, это встречает противодействие стороны тех, кто так или иначе нарушает, либо вынашивает планы нарушить закон на подавляющее число наших граждан, да практически все граждане страны заинтересованы в успехе вашей работы и по контролю за соблюдением законов Российской Федерации. Вова, тебя кто-то обманул, прокуратура не занимается контролем, прокуратура надзорный орган, Вова, как юрист, ты должен это знать. Представляешь, это какое-то безумие, как вот я прям закон о прокуратуре беру статья первая, Вова, ты подписывал этот закон, Вова, ты его не читал. Прокуратура Российской Федерации, единая федеральная централизованная система органов, осуществляющих от имени Российской Федерации надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и так далее. В целях обеспечения верховенства, пункт второй, закон единства и корпоративной законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законами интересов общества и государства, прокуратура Российской Федерации осуществляет надзор за исполнением законов федеральными министерствами, государственными комитетами и так далее. Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, надзор за исполнением законов органов, осуществляющих оперативную русскую деятельность, надзор за исполнением законов административными органами и учреждениями, координацию деятельности правоохранительного органа по борьбе с преступностью, прокуроры в соответствии с процессуальным законодательством Российской Федерации участвуют в рассмотрении дел судами, прокуратура Российской Федерации принимает участие в правотворческой деятельности, Генеральная прокуратура выпускает специальное издание Вова, где слово контроль? Где здесь? Ты мне хоть одно покажи, ты подписывал это. Понимаешь, я понимаю, что для юриста, который даже пулеметные курсы, как Вова, заканчивал там в Питере, в этом университете, но это же СССР все равно, это ляп вообще совершенно невероятный. То есть это сразу, вот ты сдаешь ГОС, и ты говоришь про прокуратуру контроль, тебя разворачивает жопой, дают тебе пинка, и все, и больше никуда не поднимает никогда. Даже двоечники знают, что прокуратура осуществляет надзор. Юрист-проктолог не знает. Вопрос почему? То ли он обнюхался, совсем пронюхал мозг, то ли это не тот Вова, как говорят. Удлинитель. Да, я очень, я очень сильно удивился, вот мне всегда говорят, да, вот там это, царь ненастоящий, там туда-сюда, но я как-то так скептически отношусь. И вдруг я тут растерялся, ну потому что на это все. Так что, сразу вот я сказал тут людям, а мне говорят, сразу вспомнили из Южного парка, этот Краб Пипл, да, крабовый народ. Помню, что в Южном парке, если нет разумного объяснения чему бы то ни было, то появлялись крабовые люди такие, которые тайно жили среди всех людей, ну такие некие рептилоиды, ну там крабовый народ, и нам вредили они. Так что, вот такой вот интересную вещь я прочитал, просто случайно наткнулся на, человек написал про Брежнева и Путина, такое сравнение совершенно четкое. Мне вот прям очень понравилось, что, не буду очень длинно зачитывать, но очень хорошее сравнение, вот путинцы любят резонерствовать, наукообразно как-то выражаться, вот они демонстрируют что-то такое, что они знают там или умеют, что мы все не знаем и не умеем, что нам это даже не снилось такое, ну на самом деле абсолютно пустые люди, вот я хочу только вот это сказать, вот мне нравится вот это вот, вот такую вот вещь можно повесить, после каждого выступления Путина можно поднимать вот такой плакат, Леонид Ильич говорят, не продолжай, я понял, что ты мудак, вот это вот именно так оно, так оно и есть.